Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Минус 3,5-8 миллионов в Барнауле завели уголовное дело за присвоение денег клиентов агентством недвижимости «Жилфонд», руководитель которого исчезла. Время отвыкать от льготной ипотеки. Как на это смотрят участники рынка и начнут ли жениться ради семейной? 13-я зарплата за чистый двор в Барнауле поощрили местного дворника. По факту хищения денег клиентов агентства недвижимости «Жилфонд» завели уголовное дело в Барнауле. Предположительно присвоить средства могла региональная директора агентства Людмила Авдюхина. Как сообщает в полиции, на сегодня поступило несколько заявлений от жителей. По двум из них установлен ущерб. Он оценивается больше, чем 8 миллионов рублей. В одном случае свыше 3 миллионов рублей, в другом более 5. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на восстановление всех обстоятельств произошедшего. Пострадать от действий Авдюхина могли еще 9 человек. От них поступили заявления в полицию. Ущерб устанавливается. Известно, что руководитель не появлялась на рабочем месте с 19 декабря. Кто сегодня исполняет обязанности управляющего, в агентстве сообщить затруднились. По неподтвержденным данным, Авдюхина с мужем и ребенком уехала за границу. Ее местонахождение сейчас устанавливают. Рынок недвижимости начинает волноваться. Льготную ипотеку для всех продлили еще на полтора года, но эту программу постепенно хотят сворачивать. А между тем, в последние годы подавляющее число льготных кредитов на жилье выдавалось именно благодаря этому проекту. Как оценивают эксперты будущий рынка новостроек без льготной ипотеки в следующем сюжете. Я был не сторонником, в смысле всегда брать ипотеки, кредиты. Говорил Данил Пугин, а потом в пандемию риэлтор уговорил его рискнуть и он не прогадал. В 2020 процентная ставка просела и свою однушку по льготной программе он оформил под ежемесячный платеж в 12 тысяч рублей. В том же году решился и на евродвушку для родителей, тоже с приятной ставкой. Говорит, господдержка дарит невероятную возможность. Или мы платим 30 тысяч за одну ипотеку или 10 тысяч. Это дает уникальную возможность, например, приобрести две ипотеки. Можно для ребенка оставить, для родителей или себе на будущее сдавать ее официально. Данил оказался в числе первых оформивших ипотеку по льготной программе на новостройки. Ее запустили в апреле 2020 для поддержки застройщиков. Все это время проект продляли, но недавно на федеральном уровне заявили, что от льготной ипотеки для всех начнут плавно отказываться после июля 24 с поднятием ставки на это время с 7 до 8 процентов. Один из барнаульских состройщиков рассказал, что 70 процентов проданных квартир идут по льготной линии. Из этих 70 процентов 50 процентов это ипотека по льготной ставке на новостройки. Остальное это семейные, да, остальное это семейная ипотека и совсем низкий процент, наверное, даже меньше одного процента это военная ипотека. Львина доля ипотек на новостройки по льготным программам. По другому ежемесячный платеж может вырасти вдвое. А если учесть, что по статистике ТАСС Барнаул в шестерке городов по росту цен на вторичку плюс 28 процентов, вариантов и так немного. По данным за Москву, треть ипотек перепродают из-за того, что заемщики не справляются с финансовым бременем. Экономист Василий Привалов уверен, что плавное сворачивание льготной программы для всех – своеобразная защита государства. Государство пытается стабилизировать ситуацию в экономике вот такими, ну можем сказать, не очень решительными, но все-таки действиями направлены на то, чтобы отсечь ипотечников, которые не могут, не в состоянии сегодня взять на себя обязательства и достойно их выполнять. Правда, у риэлторов более оптимистичный взгляд. Государство понимает о том, что это хороший инструмент, поддержка, просто он модифицирует эту ипотеку и будет модифицировать ее и направлять на конкретные категории граждан. И эта категория уже обозначена – семья. Для нее расширяются границы. Так в расчет берут двух и более несовершеннолетних детей. А что касается субсидирования процентной ставки вместе с застройщиком, когда она может равняться одному, двум, четырем процентам, Марина Ракина предполагает следующее. Будет ограничение, чтобы не было очень низкой ставки субсидирования, потому что это влияет на многие процессы и на клиентов в связи с тем, что цены могут быть у этих квартир чуть выше. И, соответственно, влияют на, скажем так, банковские продукты, потому что будут склоняться больше к субсидированным ставкам к застройщикам. Продлят ли через полтора года льготную ипотеку, так скажем, для всех – неизвестно. Но факт. По словам застройщика, появление льготной несемейной ипотеки омолодило заемщика. Кредит выдавали, начиная с 21 года. Если такую поддержку заберут, то будут ли жениться ради квартир, чтобы получить уже семейную ипотеку? Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Еще в одном городе Алтайского края подняли цену за проезд в общественном транспорте до 30 рублей. В Камни-на-Аби, так же, как и в Барнауле, с 1 января изменится тариф. Ранее стало известно о том, что и в Рубцовске с 1 января вырастет стоимость проезда на одном из муниципальных маршрутов до 30 рублей. Повышение вызвало интерес у антимонопольщиков. Новое отделение лечебно-реабилитационного центра открылось в индустриальном районе Барнаула. Его жители по полису ОМС могут бесплатно пройти здесь курс физиотерапии и массажа, заниматься лечебной физкультурой, получить помощь логопеда и психолога. В новом центре уже обслуживают до 60 пациентов в день. Анна Рашагирова продолжит тему. Невыносимая боль в спине, рассказывает один из пациентов реабилитационного центра, долгое время не давало ему не то, что наклониться, даже сидеть. А на дорогу к тому же центру, куда мужчину направил врач, уходили часы. Да и очереди на прием ждать приходилось месяцами. Но это в прошлом. Сегодня в индустриальном районе открылось новое отделение. Намного удобнее, если на Лебедевскую нагору мы ездили от часа до полутора, так скажем, добирались с Ленинского района. А сейчас сюда 20-25 минут без проблем, или на машине, либо на автобусе. Здесь можно пройти курс физиотерапии, получить психологическую помощь, а еще заниматься лечебной физкультурой в группах и на тренажерах. Профили медицинской реабилитации могут быть абсолютно разными. Это заболевания порнодвигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, а также соматические заболевания. Например, это новая коронавирусная инфекция, онкологические заболевания и кардиология. Помощь в центре оказывают бесплатно по полису обязательного медстрахования. Направить пациента может лечащий врач. К слову, сегодня в учреждении принимают до 60 пациентов в день. Это не только жители района, но и всего края, и даже соседних регионов. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком. Барнаульский дворник получит 13-ю зарплату. Правда, новогоднюю премию за отличную работу выделяет не работодатель, а благодарные жители новостроек. В преддверии главного дня года наша съемочная группа встретилась с дворником, чей труд стал предметом восхищения. Что случилось? Да нет, мне не было, смотрят, хоть брать на лопату. А на лопату он берет много, дабы, как выражается, не тянуть резину, а быстрее навести порядок. И за дня в день Андрей Филиппович расчищает тротуар от сугробов. Дворником при доме на Усково 12 трудится всего год. Столько же живет в Барнауле. До этого проживал в деревне в Третьяковском районе. Именно там ему и привили любовь к порядку. Я работал водителем на зелу. Сейчас колхоза нет. Ну, колхоз распался, земля осталась. Работ тут стало мало. Жить надо как-то. Дом, квартиру продавал, решил переехать сюда. Ну, заработок есть, работа есть. А вы сразу нашли работу здесь? Да, в принципе, по объявлению. Только объявление в это вышло. Я сразу позвонил, пригласили на работу. Как в деревне переехал, нисколько не отдыхал. Сразу переехал. 4 декабря приехал, 15-го на работу ушел. Летом все цветы политы, трава скошена. Зимой тропинки для пешеходов тщательно расчищены. Двор на Усково 12. В любое время года, благодаря стараниям Андрея Филипповича, загляденье, говорят жители. Ну, он прям мужчина. Я говорю, Андрей, ну, снега поменьше бери. Прям так кидаешь, быстро устанешь. Он говорит, ничего не устану. И дальше продолжает. Берет снег и прямо вообще молодец. Такой прямо живой, такой прямо вообще. С удовольствием на него смотрим, как он работает. Менять профессию Андрей Филиппович пока не хочет. Устраивает практически все, за исключением одного. Как говорится, в семье не без уродов, но есть. Окурки бросают даже совсем наглую. Может на голову прилететь. Той зарплаты, которая сейчас у вас есть, ее хватает? Или хотелось бы сто выше? Ну, так, конечно, бы всем хотелось повыше. За дом платят 10 тысяч. Стоит всего 10 тысяч, по сути. И вы готовы просто благоустраивать и дальше дом, территорию за такие деньги? Ну да. Только было хорошо и порядок. В канун Нового года жители решили примировать ценного работника. Подготовили ему сюрприз – 13-ю зарплату. Андрей Филиппович уже знает, на что ее потратит. Купит подарки внукам. Ну а после семейного праздничного ужина – день на отдых, после – сразу на работу, чтобы не запускать двор. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцы весело отметили новогодние корпоративы в прошедшие выходные. Да так, что некоторым жителям города теперь придется стать пассажирами. В этот уикенд сотрудники госавтоинспекции Барнаула привлекли к ответственности 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, подобные профилактические мероприятия гаишники так и называют – корпоратив. Добавим, что только за 11 месяцев этого года в Барнауле произошло 51 ДТП с пьяными водителями. В это число входят и те водители, которые отказались от медицинского освидетельствования. Всего в этих авариях погибло 4 человека. 80 человек получили различные травмы. В госавтоинспекции напоминают, что езда в пьяном виде сопровождается неправданно резкими виражами, ускорением или торможением, что может привести к необратимым последствиям. Врачи озвучили, какую дозу алкоголя можно позволить себе в новогоднюю ночь. Спойлер – эта информация вас вряд ли обрадует. Алтайские медики сегодня рассказали, каких советов нужно придерживаться, чтобы достойно пережить новогодние каникулы. 50% взрослого населения страны страдает похмельем после Нового года. Врачи объяснили, какую же дозу спиртного можно себе позволить в самую волшебную ночь. Крепкие спиртные напитки – до 150 граммов, сухое вино, шампанское – 200-250, и пиво – всего лишь до 1 литра. Естественно, смешивать нельзя. И все это человек еще должен растянуть на весь вечер. Если человек хочет все попробовать, что есть на столе, то этого делать не нужно. А если это нужно, то только маленькими декористационными рюмками в пределах 20-30 грамм. Тосты, кстати, можно говорить, не обязательно употребляя алкоголь, а можно просто запивать водой. И не под каждый тост нужно выпивать. При этом токсикологи советуют исключить экзотику с новогоднего стола. То есть есть и пить только те продукты, в которых вы уже уверены, чтобы исключить отравления и аллергические реакции. Если понимаете, что застолье будет бурным и крепким, стоит заранее подготовиться. Кстати, врачи говорят, что большинство травм новогодней праздники происходит именно в состоянии алкогольного опьянения. Если человек в компании выпил лишнего, то, может быть, его не надо тащить с собой на свежий воздух, потому что он себя не контролирует и в плане движений, и в плане температурных реакций. Больные, которые поступают в центр термических поражений, не отмечали холодовых ощущений и получали отморожение выступающих частей головы, ушей, носа или конечностей. Новогодние каникулы толкают нас и на другие риски – чревоугодие, сбитый режим и гиподинамия. В эти дни, конечно, мы рекомендуем проводить не у голубого экрана, а помните о том, что прекрасная зимняя сибирская погода и все наши возможности провести на катке, на лыжне, пешая прогулка – это замечательная возможность сохранить свою физическую активность, получить дозу кислорода. Каждый должен, я с моей точки зрения, относиться к Новому году как к карнавалу и не увлекаться горячительными напитками. Почаще выходить из-за стола петь, танцевать, водить хороводы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Опасного преступника поймали барнаульские первоклассники и таким образом смогли вернуть себе заслуженные подарки от Деда Мороза. Новогодний триллер, а точнее предновогоднюю экшн-акцию для школьников провели сотрудники МВД. Ученики правоохранительных классов искали улики, работали с кинологами. Тему продолжит Анна Рашагирова. Не курочкой, а подарочки кто-то украл. В считанные минуты к 53-й школе Барнаула прибыла полиция. Найти злоумышленника, укравшего новогодние подарки, помогали и сами пострадавшие – первоклассники. Преступник и не догадывался, с кем имеет дело. Эти ученики еще те полицейские. Они занимаются в правоохранительных классах. Ребята с легкостью вышли на след похитителя, но отдавать подарки так просто преступник не захотел. А подарки вы найдете, когда пройдете все конкурсы. В качестве испытаний школьники читали стихи, водили хороводы и, наконец, вернули заслуженные подарки от Деда Мороза. Нет целостей и сохранности. Хорошо, вы все время воспользовались. Непростой квест для своего подшефного правоохранительного класса придумали и провели сотрудники МВД. Акция под названием «Полицейский Дед Мороз» проходит сейчас по всей России. Сотрудники органов трудных дел посещают подшефные учебные заведения, дошкольные учебные заведения, детские дома, социальные приюты. Но цель одна – поздравить ребят с праздниками, подарить хорошее настроение. А еще это хороший повод напомнить самым маленьким школьникам о том, что важно быть законопослушным человеком. Ведь за любое, даже самое мелкое преступление ждет наказание. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Больше ста юных лыжников в эти выходные преодолевали дистанции разной протяженности – от 50 до 800 метров. Но независимо от результата, все участники бэби-гонки получили сладкие подарки и медали. Подробнее о ходе третьего ежегодного спортивного праздника на призы зимнего волшебника – в сюжете Юлии Щепиной. В здоровом теле – здоровый дух, поэтому организаторы конкурса стараются привить любовь к спорту с самого детства. Ты хорошо катаешься? Ну, нормально. Что хочешь получить в качестве приза за победу? Просто золотой кубок. Варя занимается лыжным спортом недавно, но на победу настроена решительно. Мы любим смотреть по телевизору лыжный спорт, и лыжи – это здоровье, поэтому, когда она пошла в первый класс и объявили набор в кружок лыжный, то у нас не было, так скажем, сомнений, мы сразу же записались. Даже если увлечение ограничится прогулками в лесу, занятия благоприятно скажутся на здоровье и физическом развитии ребенка, уверены родители. Хочется приобщать как можно больше детей на лыжи, потому что лыжи достаточно такой взрослый вид спорта, туда приходят уже после десяти, если мы считаем в Дю США. А до этого все виды спорта разбирают гимнастику с трех, хоккей с трех. И вот мне пришла такая идея, что проводить такие вот праздничные соревнования для совсем маленьких ребятишек, чтобы показать им, что на самом деле лыжи – это здорово, весело. Вы первые! Кстати, самой маленькой участнице почти два года. На прошлой гонке она дебютировала в возрасте девяти месяцев. Есть и дети постарше. В этом году было более ста участников. Первый раз участвуешь? Нет. Какой? Третий. Третий уже занимал что-нибудь? Ну, я вторым поезжал, седьмым. Каждый ребенок, преодолевший на лыжах дистанцию от 50 метров до 800 в зависимости от возраста, на финише получил медали «Сладкий подарок» из рук Деда Мороза. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Снежный городок в Барнауле готов встречать гостей. На главной теперь уже точке празднования Нового года – Малотобольской улицы – закончились последние приготовления. По обе стороны Барнаульского Арбата светятся огромные звезды. На их фоне с удовольствием фотографируются жители и гости города. В центре Малотобольска возвышается шестиметровая искусственная ель. Рядом с ней стоит ящик с почтой Деда Мороза. Своё письмо с заветной мечтой можно опустить туда до 10 января. На праздничной площадке сделали ледяных Деда Мороза, снегурочку, восемь барельефов с сюжетами новогодних открыток. Для малышей построили две горки. Организаторы городка приглашают жителей краевой столицы насладиться праздничным настроением на Арбате. И напоминают – гости могут парковаться на внутренней территории рынка и со стороны Социалистического проспекта. А на этом у меня всё. Телефонош редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok